Когда вы строите нормальную форму, значит, вы раскладываете по параметру С, правильно? Вот, 6, да, по параметру С. Но асидотика у вас от параметра епсилон. Как связаны? А епсилон и С, да, они связаны между собой. Ну, здесь, далее, вот через соотношение 5 они, в частности, связаны. Ну, оно само по себе зависит также от параметров задачи, то есть, драма, дельта, H. Дело в том, что при построении нормальной формы, когда вы используете формулу 4-дозложения по параметру С, если у нас равномерность возложения, то есть, вот, ДЦ, то это речи, что? Ну, как ЦРТ-эпсилон, равномерно ли? ЦРТ-эпсилон, да, равномерно. Речь шла здесь у вас о долгопериодических решениях. Что значит долгопериодическое в контексте? По сравнению с чем они? Здесь две частоты, если рассматривать, вернуться на слайд. Здесь, если нерезонансный случай рассматривать, то можно по грязности гипрополитальной трецессии два семейства периодических движений строить, и у них частоты будут показаны. Здесь одна, соответственно, меньшая, другая, больше частоты. Ну, и вот этим определяется. А, это частоты линейной системы, однако, значительно больше другого? Или не очень значительно? Ну, а, не обязательно, не обязательно значительно. Долгопериодически просто больше, больше? Да, просто больше. А, да, да, да. По поводу реферационной диаграммы. Вы сказали, что у нас результаты, это строение индустрии диаграммы. Мы же строили только для конкретных значений параметров. А, штатуры, а, степков, а, по всем парамикам. Но здесь вот реферационная диаграмма только, да, для фиксированного H и дельта еще, к тому же, дамы только варьируются. Но для всех там будет, соответственно, в пространстве уже диаграмма. Для них, дело в том, что здесь численно получаются данные и очень большой объем. В принципе, данные достаточно, но там их нужно, соответственно, еще приводить в порядок. Если вы будете исследовать практические точки H, то как раз, как бы, можно попробовать именно построить дефолкацию вот этого гамметониана, этого H от параметра. Как там выскочит эти периодические решения? И вот еще один вопрос. Вводим свет на сфере. Верно ли, что вот эта сфера был геометрическим интегралом? Ну, как раз, Батсона. Ну, верно ли, что кроме H есть еще один интеграл, геометрический? А вы имеете в виду, как вот эта сфера с точки зрения связи с дементонианом, она проектируется? Ну, не могу сказать. Ограните, пожалуйста, на этой сфере картинки. Верно ли, что сумма компонентов равна там констате? А, в этом плане, да. Тогда нужно редукцировать в меньшей степени слабо. Ну, тут нужно подумать. Так сразу, да. А вот назад. А вот вы так объяснили, что там произошло, как вот слепились два режима и туда далее. А вот странно, что там четыре режима, а стюклили сразу только один, куда сразу три. Это для значения 0,3,4? Да, а вот при переходе через точку B2. Ага, B2. Ну, вот здесь получается, что два периодические движения, которые гамма-3, гамма-4, они совпадают... Так, ага. Нет, здесь получается, после B2 два остаются. Ага, просто там гамма-1 не нарисуют. Ну, да, но тут... Да, не нарисуют. Понятно. Гамма-3,4 исчезли вместе. Да, гамма-3,4, гамма-1, гамма-2 остаются. Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Давайте поговорим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ